Ну что ж, проезд открыт! Первопроходцами новой магистрали стали сами строители, и грузовики первыми проехали по новой дороге. Больше трёх лет почти все автомобилисты города ждали этого часа. Дорога, которая, по словам чиновников, должна решить проблемы с пробками. Дорога, из-за которой были снесены более 500 домов. И, наконец, главная магистраль зимних студенческих игр 2019. Ждали, ждали, дождались. Теперь будем уже напрямую ездить справа налево и миновать центр пробки. Ну да, сокращение пути больше, чем в два раза. Вот мне в институт ездить с правого берега на свободный. Раньше как ездить? Через центр, вот, крюк получается. Сильно пробки могут? Ну не то, что пробки. Ну и пробки, да, поплотнее, ну и расстояние больше. Понятно, куда ехать, где сворачивать? Вполне, вполне понятно. Ну просто это непривычно. Это как и везде, в принципе, когда новые дороги делают. Так же и они в Сочи делали. Там тоже все местные сначала путались, но потом все привыкли. Сложнее всего будет разобраться, как ездить с Дубровинского. Отсюда теперь можно уехать на Николаевский мост и на магистраль. На съездах стоят указатели. Ну конечно развязка. Милое дело, конечно. Красноярску свезло. Все это универсиально. Так бы непонятно, до каких пор бы мы все это, если это Николаевка угла. Съезд меня волнует больше всего. С улицы Годенко на Красную Арку. То есть приходится ехать под прямым углом поворачивать. Ну неужели нельзя было скруглить маленько сюда, налево? Заезд сюда? Конечно. С Годенко когда-нибудь заезжаешь. И вот здесь встаешь перед светофором, потом тебе приходится сразу идти налево. Под прямым углом, чуть ли не под острым углом. Люди там, конечно, с рядностью начинают мучиться. Теперь транспортная нагрузка на центр и Октябрьский мост должна снизиться. Потоки распределятся. Часть автомобилей поедет через Копыловский мост, часть по Новому проспекту. С Октябрьского района можно попасть в центр через Дубровинского и на правый берег. И вот мы выезжаем на Николаевский мост. Две минуты. Ребята, две минуты. И мы на правом берегу. А вот тем, у кого нет автомобиля, пока радоваться нечему. Первые автобусные маршруты запустят здесь только в понедельник. Номер 34А. Своё движение будет начинать в посёлке Таймыр через Высотную, выезжать на Годенко, а затем по Волочаевской и Николаевскому мосту следовать на правый берег. На Волочаевскую с Октябрьского района станет сворачивать 31 маршрут. Вот только не из Академгородка, а от СФУ маршрут изменят тоже с понедельника. Это расстроит не только жителей Керенского, но и сотрудников и клиентов рекпалаты. 31-й был единственным автобусом на Дубровинского. Хочу сказать, что Сергей Васильевич только что передал мне, а точнее всем нам, решение горсовета, которым эта магистраль названа Николаевским проспектом. Такое название дорога получила в память о Николаевке. Надо сказать, что чиновники не учли мнения большинства жителей города, которые просили оставить историческое название, улица Волочаевская, и даже написали петицию. Чтобы очистить площадку для строительства дороги, было снесено больше 500 домов. Сегодня глава строительной компании принес извинения всем, кому помешала эта стройка. Я тем более житель Николаевки. Я до 7 лет воспитывался здесь. Я знаю все эти дома почти. Около каждого дома я побывал. И когда я сносил, вы поймите правильно, у меня было двоякое чувство такое, что мы сегодня вроде бы как убираем прошлое и делаем будущее. Хоть и дорога открыта, работы на участке еще не завершены. Не успели провести благоустройство прилегающей территории. Новый виадук приводят в порядок прямо сейчас. Подземные пешеходные переходы тоже еще не радуют глаз. Но до универсиады проспект Николаевский должен быть как с иголочки. Антон Шевчук, Сергей Кашин, Фонтова новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова